добрый день дорогие друзья шаббат шалом мы продолжаем наше изучение торы 2 недельная глава на этой неделе называется к дашим есть такая вещь что мы должны судить своего ближнего думая о том как он хорошо должен поступить был то есть человек кажется нам виноватым но мы должны найти ему оправдание почему он совершает тот или иной поступок и мидраж приводит нам такой пример один арендатор взялся работника договорились что будет работать и года выполнять все виды работ у него в саду там в поле везде по дому человек честно работал три года отработал у него когда исполнилось три года говорит я хочу идти к своей семье оплати мои денежки арендатор говорит но у меня денег нет тогда он говорит ну тогда дай мне от своих плодов арендатор говорит мне нет плодов тогда работник говорит ну дай мне тогда от твоего скота арендатор говорит у меня нет скота говорит ну тогда дай мне из своих земель какую-то часть он говорит мне нет своей земли чтобы он не говорил дай мне посуды или от мебели чего бы он не сказал он говорит мне ничего нет собрался работники ушел ушел себе домой прошло несколько недель арендатор приходит с ослами груженными продуктами вином приходит к нему и вот его пустил себе дом и он расслотился полностью все три года все деньги до копейки отдал они сели кушать он уже был доволен все уже нормально и тут говорит арендатор говорит но я хочу задать тебе только вопрос что ты подумал когда искал у меня денег нет работник говорит я подумал что ты свои деньги куда-то вложил в какую-то недвижимость какой-то бизнес поэтому тебя и сейчас нет говорит а что ты подумал когда ты сказал дай мне от плодов твоих он говорит я подумал что ты еще не успел отделить масса р а без этого нельзя пользоваться плодами то есть сначала должен отдать левиту его десят десятину от плодов дальше ты еще не дал эти плоды еще не пригодны чтобы их отдать он говорит а что ты подумал когда я скажу из кота у меня нет ну я вред понял что ты дал в наем свой скот кому-то и поэтому я действительно сейчас свой скота нет а как же когда ты спросил дай мне от твоей земли я сказал что у меня земли нет работник говорит я подумал что ты ее зал в аренду и поэтому ты не можешь сейчас распоряжаться чтобы он не спросил работник все говорил хорошую сторону говорит ты сказал все в точку то что ты сказал все так и было и спрашивать нашему да что же то за такой работе я не верю ты никто иной как рабе а кива такой сдержанностью такой праведностью может обладать непростой человек но это нас учит что мы всегда должны судить о своем ближнем в положительную сторону по-другому жить нельзя тор от нас этого требует то есть если суд рассматривает какое-то дело и нету стопроцентной доказательств вины человека что вопрос получается спорный то суд принимает сторону обвиняемого то есть его нельзя судить недостаточно улик или что-то вот так идет в сторону обвиняемого смягчается суд за на случай еще очень важно что нельзя рассказывать ничего никому ну если это в сутки вызвали это понятно что ты там не должен ложно что-то сказать а вот именно в жизни сплетни это очень плохое дело даже такая ситуация человека угнетает другой человек на работе начальник кто бы он ни был и он не должен прикинь даже своей жене хоть что-то на эту тему сказать потому что не дай бог же нас кому-то скажет или самому тому начальнику или его жене и пойдет дурная слава и это будет скажется плохо на том человеке в общем это идет вообще кровопролитию пишется не ходи сплетника в народе своем и не стой на крови ближнего твоего то есть сплетни кровь рядом мы даже всегда держиваться и не говорит ничего никому не говорить чтобы не быть сплетником это очень серьезная заповедь всевышний раз пишет что это равняется пролитию крови сплетни то это так и работает то есть когда-то рассказано про одного человека который напрасно уговорил о раввине потом он одумался осознал это пришел к раввину и говорит он ему говорит да я был неправ я вас распускал дурные сплетни говорит что мне теперь сделать чтобы искупить свою вину муравин говорит принеси подушку тот принес подушку говорит раскрою подушку и пусти перья по ветру задание показалось странным но разровит сказал человек так и делал перья разлетелись раввин говорит теперь пойди собери перья вот раби но это же невозможно он говорит так я-то и рад тебе простить то что ты сделал но последствия того что ты говорил вот только теперь попробуй теперь их собери и так вы должны остерегаться говорит что-либо о ком-либо которая вообще советует меньше говорить хочешь говорить кто разрешила вот тора и заповеди у нас есть много чего говори хоть утра до ночи но что-то говорить о ком-то человеке обычно это всегда хорошо не заканчивается то есть мы знаем что говорили мириам с агроном а жене маша его жену кушетку взял он и мир я видела эту позицию со своей стороны но она не видела так как видите вышли со всех сторон поэтому она не понимала что маша не может подойти к своей жене спать своей женой потому что каждый день общался в пустыне со всевышним а написано три дня не приближается к женщине она обвиняла своего брата что он так-то и так-то поступал и говорила об этом своим братом агроном хотя ароны первосвященники раввины можете говорить обо всем но всевышний за счел метод вину то это получилось очень плохое дело поэтому она была поражена проказой вот мы это знаем поэтому чем мы больше молчим тем нам лучше вот так надеюсь что мы это сумеем выполнить а а сегодняшний наш урок был дан за поднятие души Мойше бен Давид, Берта бен Исраэль, Павел бен Ефим, Яков бен Нахум, Лагир бен Григорий за здоровье и Робот Анна, Геннадий бен Елена, Елена бот Инесса Ольга бот Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Бера, Фейга бот Берта, Ася бот Года, Марк Менина и Робот Вера Леор бен Клара, Рафаэль бен Клара, Ханна Цепора бот Цара, Ида бен Хая Авива Хим Бен Соня, Майя бот Фаина, Алексей бен Ольга, Клара бот Броня, Гая бот Царит Мазл Барса Сгула, Ирина Батури, Арона Ребен Риза, Хороший Дух, Арона Ребен Двора, Низ бен Ахума, Вигаль бот Цара, Ханна бот Аврагам, Рафаэль Эрилэ бен Лариса, Галя бот Гидалия Барса Эбрюд, Лагир бен Рая, Анна бот Александра, Марина бот Рая, Борис бен Марина, Алексей бен Наталья, Всего хорошего Олегу Марченко Всем Браха, Бараса, Кавана, Мазл Тоша, мы это время не грешили Всем желаю крепчайшего здоровья и пусть скоро закончится страшная война И до следующих встреч, надеюсь, настоится в Йомрешон в 3 часа дня Шаббат, шалом, до встречи